После перелета из Хургада несколько дней остановились Барселло-Шарм. Барселло-Тиран или как-то правильно, не знаю, это сеть испанская. И вот на краю Шарм-эль-Шейха есть вот такой спот. Там прибойная волна. Когда раскачивает, волна становится достаточно злой. И главное все в том, что у берега достаточно глубоко. И если вдруг вы выбрасываетесь на берег, то зайти обратно будет довольно сложно. Вот был несколько дней прогноз. И вся вот особенность этого спота в том, что когда вы стартуете, вы идете как раз вдоль того берега, куда не стоит падать. Поэтому он такой немножко волнительный. Хотя все достаточно безопасно. По краям два рифа, которые прикрывают место старта от волк. Но достаточно сильно раскачивает. С нами был Кирилл и я поехал вместе с Викой. Кирилл, безусловно, чувствовал себя более уверенно, поскольку и опыта серфинга у него значительно больше. Поэтому он сразу с самого начала уже начал вкатывать. И достаточно агрессивно катался он на разных крыльях. Но вот по итогу остановился на 650. Вика ездила более осторожно. Мы как-то все переживали, как там стартовать в таких условиях. И она каталась на 1050. Поэтому в основном ездила в Downwind. Проезды были достаточно большие. Хотя, конечно же, тоже было довольно волнительно. Это был первый день катания. То есть мы давно не катались на волнах. То есть Вика вообще, наверное, уже как полгода не каталась. Я, в принципе, тоже. Поэтому вот немножко осторожничали. Я попробовал, наконец, кататься на маленьком крыле. Это обрезанное 850, где-то там в районе 700. И, конечно же, на нем значительно приятнее ездить. Но вот этот страх, что я упаду и не смогу стартануть, немножко присутствовал. Поэтому я осторожничал. По итогу там, может быть, падал один раз. Но в основном вот как-то катался, так старался максимально аккуратно. Кататься на 700 крыле, это, конечно, к этому привыкаешь. И после этого уже кажется, что тысячное крыло уже совсем медленное. Вот крыло 700 маневренное. Может быть, не всегда пока получается поддерживать достаточную скорость, чтобы ехать. Приходится пампить. Но, в принципе, опыт очень интересный. Конечно, вот катание, значит, по краям бухты. Вот видите, там риф, где Вика едет. Там такие волны неровненькие, без обрушений. И, в принципе, все безопасно. Если что-то пошло не так, вы всегда можете уйти дальше вправо. И там уже будет ровная вода. И там на ней можно посидеть и стартануть. Поэтому место очень комфортное. Хотя вот, ну, как бы со стороны выглядит довольно тревожно. Потому что волны большие, приходили волны рост. И вот Кирилл, конечно, оторвался. Было интересно, наконец-то, посмотреть концепцию серфинга. Ну, то есть, я и до этого заметил, что я немножко по-другому катаюсь. Но вот активно катаюсь, приходится падать. Поэтому, если вы падаете, то готовьтесь стартовать. И вот здесь самое главное, чтобы вы смогли привести Винг в рабочее положение и встать на доску. При этом, ну, вот все это дело как-то более-менее контролируя. У меня пока это есть сомнения. Поэтому я все-таки осторожничаю. Ну, и вот самое главное, чего мне не хватает, это вот заезжать повыше на стенку и оттуда уже пытаться спуститься на низ. И, в принципе, вот у Кирилла тут очень все здорово получается. Было интересно покататься вместе и посмотреть те волны, которые берет он, и которые, мне кажется, может быть большими или, наоборот, более сложными. В общем, после катания за лодкой на сафари, у нас там было пару дней с Антоном, когда мы катались много за лодкой, становится немножко попонятнее, как ездить и как поворачивать, в какой месте волны находиться. Ну, вот осталось только это все сейчас привести на Винг и с этим совместить. Я катаюсь на 4,5 Винге. Я взял его с запасом, чтобы у меня точно была тяга, потому что кататься на 700-м крыле вот в таких довольно, ну, для меня не совсем привычных условиях было сложно. Но бояться этого места не надо. Оно очень комфортное, хотя и выглядит так, ну, довольно брутально. Поэтому, если у вас будет возможность здесь покататься, очень советую. Единственное, что проникать к этому споту довольно сложно. Надо либо договариваться с местными ребятами, менеджер отеля испанец, и он сам катается на кайте. В принципе, он всячески за эту тему, за продвижение. Но остальной персонал, мягко говоря, не сильно стремится, чтобы кто-то приходил, особенно нервничать, когда кто-то приходит в пустыню. Поэтому лучше, если вы поедете на несколько дней в Шарм, то селиться прямо здесь. Барселла Тирана. Вот Шарм. Отличное место. Отель может быть чуть подорожечен. Свис-Ин в Дахабе. Но кухня, на мой взгляд, хорошая. Единственное, что мне не хватало, это нормального кофе на завтрак. А так, очень отличный фитнес-зал. Если ветра не будет, вы можете там нормально, со свободными с вами потренироваться. И с чем мы, собственно говоря, и занимались. Вот такие комфортные условия. Вот если вы уходите вправо под риф, там вообще ровненькая вода, небольшие волны. А вот ближе к самому отелю и пляжу отеля волна такая довольно тревожная. И самое главное, вот не подъезжать близко к берегу. И там еще есть одна мель. И это уже видно по цвету воды. Но, в общем, все как бы так неплохо. Кирилл, конечно, очень бодро катается. Видно, что он прикатанный к этому серфингу и поворачивает смело. А вот на следующий день случилось то, о чем говорили местные ребята. Что прогноз-то стоит, только ветра нет. И вот такие условия. То есть мы ехали специально на три дня. Но вот один из дней, первые два дня как-то покатались. Второй день был особенно хорош. А на третий день ветра не было. Точнее, он развернулся и, видимо, из-за этого не продувал. И в таких условиях, конечно, Вика доминировала на поляне. Она каталась также на 1050 и Винк 4.6. Вот такие тоже легкие проезды. Даже в таких легких условиях появляется какая-то волнишка, что, в принципе, на крыле там тысячном можно вполне комфортно ездить. Ну вот мы подождали. Я даже не стал пробовать, потому что там Вике еле хватало. Кирилл поставил побольше крыло и попробовал тоже зайти. Но, в общем-то, кончилось это ничем. То, что если Винк не подхватывает, то стартануть на маленькой доске все равно не получится. Ну и вот в таких условиях, когда ветер стал немножко порывистый, он там то приходили порывы, то пропадал. И вот тут самое главное не падать. Поэтому, если вы упали, то на следующий старт уходит слишком много сил, ну и энтузиазм пропал. Продолжение следует...